Дмитрий Чекалкин, добрый день, Дмитрий, привет. Да, добрый день, приветствую. Добрый день, да, послушай, пожалуйста, вот давай, значит, вот тут интересная история. Значит, временного поверенного в делах Украины в Тегеране, Украины, вызвали в МИД, внимание, в связи с ударами беспилотников по иранским объектам в ночь на воскресенье. Значит, в понедельник Иран вызвал временного поверенного в делах Украины в Тегеране из-за комментариев его страны относительно удара беспилотников по военному заводу в центральной иранской провинции. Значит, Подоляк, вы знаете, это советник Офиса Президента, написал «Логия войны неумолимо и убийственна» и выставляет жёсткие счета авторам и соучастникам. «Паника в Российской Федерации, бесконечная мобилизация, ПРО в Москве, окопы на расстоянии тысячи километров, подготовка бомбы-убежищ». И дальше он пишет «Взрывная ночь в Иране, дроновые и ракетные производства, нефтепереработка». Украина же предупреждала. Я напомню, что невероятная была атака, ну, по всей видимости, Израиля, по заводам, по складам горючего, по военным складам и так далее. Это было что-то совершенно невероятное, оно всё горело, пылало и так далее. Вот я бы хотел, чтобы ты как бы описал это. Правда, Израиль не берёт на себя вину, но он никогда не берёт на себя ответственность. Вот расскажи об этом. Ну, кстати, да, пример Израиля во многом в этом плане показателен. Я во время этой нашей истории с Вагнергейтом всегда проводил аналогии с тем, как ведут себя соответствующие службы Израиля. Они никогда не подтверждают и не отрицают своё участие даже ни в провальных, ни в успешных операциях. Вот даже сегодня утром я смотрел израильское телевидение, и ведущие аналитики как раз лишний раз об этом напомнили, что такая всегда правильная позиция в Израиле, когда идёт речь о таких операциях, то могут там журналисты какие-то делать свои расследования, но официальная позиция страны, они никогда ни на кого не указывают, ни на какую службу не указывают пальцем. Даже сегодня сделали замечание одному из депутатов КНЕС, что она достаточно откровенно высказалась по этому поводу. Ей напомнили, что практика Израиля многолетняя, что подобные вещи государственные чиновники никогда не комментируют и не делают никаких выводов. Ну, в данном случае, может быть, и подалеку, я там не вчитывался в его заявление, но, может, и ему нужно было более сдержанно на это реагировать, поскольку ни одна из сторон никоим образом не подтвердила своего участия. Мало того, газета «Саудовская Аравия» или, я уже не помню, это сайт новостей Ахадов, они вчера сказали, что Соединённые Штаты участвовали в этом, да, но кто были их партнёрами, какая третья сторона, никто не может дать точной информации, поскольку, возможно, использовались базы в Турции натовские, возможно, использовались какие-то площадки для взлёта этих БПЛА в Азербайджане, потому что достаточно показательно была речь, была такая вещь, что вчера, позавчера, вернее, был налёт на азербайджанское посольство, а вчера полностью посольство Азербайджана в Тегеране прекратило свою работу. Вызывать украинского посла к себе в Министерстве иностранных дел Ирана имеет, естественно, право. Это обычная практика в момент какого-то обострения отношений между сторонами, но с точки зрения морали и элементарной логики не Ирану какие-то претензии предъявлять Украине, поскольку в своё время они отрицали своё участие и причастность каких-то вооружённых сил Ирана к аварии украинского самолёта. Они отказывались допускать соответствующие службы для сбора тех, возможно, исчезнутых доказательств, которые были бы полезны. То есть не Ирану учить нас хорошим манерам и заявлять о какой-то там ответственности Украины, когда практически это секрет Полишинеля, что российские вооружённые силы сегодня опираются в поставках необходимых им запасных частей и необходимым вооружением именно на Иран. Вот несколько недель назад были сведения о том, что в гостиницах в Тигране там половина всех номеров заняты российскими то ли чиновниками, то ли бизнесменами, которые используют этот канал поставок сегодня именно для того, чтобы обходить те санкции, которые были наложены на Российскую Федерацию. При всём при том, что сам Иран уже десятилетними находится под санкциями. Но они научились эти санкции обходить и вот сегодня пользуются их опытом, их отработанными схемами, их российские партнёры. Ну, я часто привожу эти примеры, что когда в своё время неправильно были расставлены приоритеты ещё там в нулевых, в десятых, о том, что самая главная угроза для мировой стабильности, мировой безопасности, это ядерные программы Ирана и Северной Кореи. Но на самом деле эти программы не были бы возможны без участия российских физиков-атомщиков, российских сотрудников спецслужб, которые обеспечивали каналы поставок необходимых ингредиентов, необходимых запчастей для ядерных реакторов. То есть я, к сожалению, был свидетелем того, как в 90-х эти каналы были налажены с помощью моих однокашников, в том числе, когда развивались иракская ядерная программа, ирбийская ядерная программа, ими из лучших моих друзей институтских, Серёга Соколов, он как раз и заключил когда-то контракт, когда уже уволился из армии, заключил контракт, ну вот подобной, такую же биографию, как этот ещё один наш однокашник БУД, которого недавно поменяли американцы с россиянами, да, так и тогда Серёга Соколов стал заниматься вот этими проектами уже как частное лицо, как частный бизнесмен, и в том числе занимался вербовкой российских физиков-ядерщиков, которые обеспечивали ядерную программу тогда Каддафи. Я помню, что очень показательный был тогда момент, уже там разгар перестройки, Каддафи прилетает в Советский Союз, в Москву, его встречают, и традиционно, когда, помнишь, тогда была такая практика, газета «Правда», газета «Известия» на первой странице печатали тексты правительственных приветственных телеграмм. Выражаем наше глубокое уважение, рады приветствовать на советской земле. Ну и вот телеграмма, которая была напечатана в первый день визита, начиналась словами «Дорогой, уважаемый товарищ лидер Северной революции Маммар Каддафи». Там полно все его регалии, там «Великая», «Либийская», «Социалистическая», «Арабская», «Аль-Джамарит», «Арабит», «Ал-Аузм», «Аль-Камир». Он со всеми этими перечисляет все эти регалии на русском языке, а буквально через три дня на этой же первой странице газеты «Правда» уже в самом углу, в самом конце телеграмма, посвященная окончании его визита, которая началась словами «Господин Каддафи». То есть настолько было показательно. Он тогда прилетел, требовал у Горбачева и, естественно, ему тогда никакого не дал, но с помощью вот в том числе и моих одноклассников заключались вот такие частные контракты, которые должны были обеспечить ядерную программу «Либии». Слава Богу, эту программу остановили. Были, помните, бомбардировки тогда в 90-м году. Тогда израильтяне бомбили ядерный реактор в Ираке, американцы бомбили в Ливии. Это, слава Богу, все закончилось. Но, к сожалению, Серега Соколов ушел из жизни и его там долго искали. Кто его убрал как посредника, то ли ливийские спецслужбы, то ли российские уже ФСБ, то ли американцы. Это тайно покрытое ваком. Я просто к тому, что сегодня такая же опасность после распада, я надеюсь, в Российской империи возникнет, когда нужно будет контролировать не только ядерные технологии, ядерные реакторы, ядерные ракеты, но и причастных к этому российских специалистов. Давай будем смотреть видео. Ну, оно про разное, и ты комментируешь про разное. Значит, российская жизнь, ну, к сожалению, она такая, и она как бы не меняется, и вот надо Украину завоевать, и надо Запад завоевать. Ну, а вот видео. Смотрите на этот полузаброшенный посёлок вблизи Воркуты. Давайте. Обязательный атрибут любого советского населённого пункта, памятник Ленину. Даже до таких заброшенных мест добираются ГОСТы. То есть пешеходный переход обязательно, видите, всё в рамочке, всё здесь в рамочке. А здесь, если вот тут ещё люди какие-то живут, то с этой стороны всё заброшено. Все дома заколочены, здесь были какие-то магазины, какая-то жизнь была, но сейчас уже ничего нету. И вот если в самой Воркуте ещё есть какие-то там намёки, что что-то там где-то делается, какие-то магазины, кафе, то здесь это просто такое вот ощущение совершенно мёртвого города. Вот в этой пятиэтажке ещё живут люди, вот здесь ещё живут, а вот здесь уже больше никто не живёт. Всё, что можно было оттуда забрать, забрали, хотя, опять же, не очень понятно, что здесь вообще можно забирать. Никому это не нужно, никому не нужна здесь ни мебель, ничего, потому что люди отсюда уезжают. Ну вот мы посмотрим с тобой ещё сразу видео. А что бы было, если бы деньги в Российской Федерации тратились не на войну или дворцы Путина, а на страну? Вот давай посмотрим. Да, к сожалению, это так. Да. Я почему такую активную позицию занимал всегда в отношении этого русского мира, поскольку я собственными глазами всё это видел, и мои радиопрограммы транслировались в старше 70 российских городах, и я имел возможность объехать всю европейскую часть за уральским криптом. Криптом я не был уже в современную нашу эпоху, ну и в своё время как переводчик объездил весь Советский Союз. А вот в нулевых, в конце нулевых, в начале десятых, практически там каждый месяц какие-то были поводы у меня посетить те или иные российские именно провинциальные регионы, там от Архангельска до Астрахани, от Калининграда до Челябинска, и я видел, насколько, какая вот пропасть между тем, что показывают по российскому телевидению, и как выглядит российская провинция в реальности, поскольку это настолько депрессивные были всегда впечатления и кадры. я помню первый свой приезд, какой-то в какой-то город назывался, там, где заводы КамАЗа, набережные Челны, вот, я приезжаю в гостиницу, там должен был вести юбилей какого-то большого чиновника, большого начальника на этом КамАЗе, и заполняю там анкету на рецепции, и спрашиваю, простите, а вот там, как сейчас, вот 4 часа дня, говорю, а где-то вечером можно у вас прогуляться, пройтись вечером, говорит, у нас прогуляться вечером, говорит, что у нас тут в булочную на такси все ездят, говорит, у нас пешком тут почти никто не ходит, но там действительно оказалось, что там очень много всяких вот этих инициарных заявлений, этих заведений в округе, и контингент в этой гостинице был специфический, но независимо от того, как много там тюрем в округе, вот для меня показательны были события, которые освещали местные прессы в месте, где родился в свое время мой отец, в ссылке, он как студент семьи врагов народа в 1939 году родился в село Благовещенское в Кировской области, и вот я там открыл как-то сайт несколько, три года назад, и вот они радовались тому, что в этом селе главное событие года открыли вторую полоскалку, то есть вот эти мазки для полоскания белья, которые строили там на реке, то есть неудивительно, что они, русские наемники и оккупанты везли отсюда у нас не только унитазы, но и стиральные машины, потому что у них в провинциях ничего подобного нет, у них в реке полоскают белье, то есть когда видишь вот эти яркие картинки московских улиц, и потом видишь ужас российской провинции, то есть мой дед Чекалкин, в принципе, Чекалкины в мире, они из одного села Чекалки, его основали беженцы, тоже со словожанщиной, в конце 17 века были, РПЦ преследовала старобрядцев, и вот несколько семей старобрядцев бежало территория нынешней Сунгской области, где-то на границе там с Россией, бежали в далекую Уитмуртию, и там основали вот это село. Так вот, сто лет назад, когда там родился мой дед, там было около тысячи добротных домов, первый этаж каменный, второй деревянный, там промыслы процветали, то есть чтобы понятен был уровень благосостояния и общий культурный уровень, у моего прадеда Федосея родилось 22 ребенка в этом в селе, 22 ребенка, и все они выжили, все их поставили на ноги. А сейчас я когда там приехал, вот из тех же, по-моему, там набережных Челнов, тоже ездил туда, в эту деревню, там не осталось на деревне Чекалки ни одного дома, там все расточили, камни вот этих первых домов, фундаментов даже расточили, ни одной, не осталось даже убогой какой-то хижины. То есть меня всегда вот впечатляли те пейзажи, когда ты едешь из Киева в любую сторону, хоть там Харьков, хоть в Днепр, хоть в Одессу, хоть во Львов, ты видишь, какие по обе стороны дороги стоят добротные дома. Об этом в свое время старый мой знакомый, покойный, Черномыдин, часто любил рассказывать, как отличаются пейзажи украинской провинции от провинции российской. И что ты видишь по обе стороны дороги, даже самой центральной российской трассы, какой там номер, я уже не помню, между Санкт-Петербургом и Москвой. То есть российский журналист, известный, Лошак, по-моему, Андрей, он снял фильм, проехался по тем же местам, по которым там 340 лет назад Радищев проехал и написал потом путешествие из Петербурга в Москву. И какая убогость, какая мерзость запустения в тех самых городках, там Балагое, какие он там посещал, ничего практически не поменялось. Там фотографии прошлого века, времена Радищева не было фотоаппаратов, но те снимки, которые были сделаны в конце 19-го, в начале 20-го века и сейчас, их сравниваешь, там практически ничего не поменялось. То есть вот эти 6 триллионов долларов, которые свалились на путинскую Россию за годы правления Путина, благодаря тому, что цены на нефть возросли многократно, там с 8 долларов при Немцове в свое время, о чем он вспоминал часто, до 120 долларов там в нулевые. И вот эти 6 триллионов долларов, вместо того, чтобы на них действительно поднять благосостояние народа, привлечь нормальные инвестиции в эти российские провинции, они теперь пришли уничтожать Украину, лишать нас цивилизованного будущего. Значит... Нет. Я хотел с тобой заняться международкой. Значит, тут важное событие. BBC выпустила фильм, надо будет его обязательно посмотреть, я его еще не видел, наверное, он еще не переведен, который называется «Путин против Запада». И вот я тебе прочитаю два фрагмента, это очень интересно. Значит, в этом фильме первое, министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказывает, что 11 февраля на встрече с российским коллегой в Москве получил от него лживое заверение, что Россия не собирается нападать на Украину. И вот дальше смотри, как он интересно описывает. По словам Уоллеса, значит, хотя ему это говорил министр обороны, Шойгу. Обе стороны знали, что это была ложь. Он написал слова Шойгу, как, цитата, «демонстрация запугивания или силы», то есть «я собираюсь врать вам, вы знаете, что я вру, и я знаю, что вы знаете, что я вру, и я все равно собираюсь вам врать». Это была довольно холодная, но прямая ложь, которая подтвердила его веру в то, что Россия вторгнется в Украину. И ты думаешь, это все? Совсем нет, Дмитрий. Смотри, в этом же фильме экс-премьер Великобритании Джонсон заявил, что президент России Путин угрожал ему ракетным ударом во время телефонного разговора в феврале 22-го года перед российским вторжением в Украину. он взял «Смотри». В какой-то момент он как бы пригрозил мне и сказал цитата «Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту». Послан Джонсон такой комментарий он получил после своих слов, что война в Украине будет иметь катастрофические последствия. я не буду дальше читать, наверное, мы с тобой посмотрим этот фильм, он выйдет в понедельник, то есть вот сегодня он выходит, ну пока его переведут и так далее, но обрати внимание, как бы вот эта вот фраза, что мы ударим, вот с ракетой это будет, то есть получается, что Путин действительно угрожает премьеру, руководителю другой страны и говорит ему мы ударим по вас ракетой. Это совершенно невероятно. Ну, к сожалению, то, в каком отрыве находился Путин последние годы, вот коронавирус, горды коронавируса от реальности, о том, что его держали в неведении в отношении многих вещей, в том числе в первую очередь в отношении того, что касается состояния российских вооруженных сил, вот селили в него какую-то абсолютно неоправданную веру в какую-то мощь российского вооружения, российской техники, его превосходство, вот эти какие-то мультфильмы с вандервахлями, которые показывали по российскому... Нет, ну подожди, но он же понимает, что Британия это член НАТО, и как бы я ударю ракеты, это будет больно, а на остальных он тоже ударит ракеты и так далее. Здесь какая-то очень странная история. Он болен или что? Ну, он берет пример с Северной Кореи, которая сколько уже там десятилетия живет в подобном алгоритме говорит, что у нас есть ядерное оружие, мы этим ядерным оружием можем ударить не только по Южной Корее, но и по другим странам, которые будут представлять для нас опасность. То есть вот пользуясь... Южная Корея говорит это, Дима, Южная Корея, Ким Чен Ын говорит это для своего народа, а этот говорил премьеру Великобритании. Ну почему только для своего народа? Это и во внешнюю среду тоже исходят и такие же заявления делают в частном разговоре, но официальные органы Северной Кореи позволяли себе подобные заявления, запугивали мир ядерными своими ракетами, своими ядерными угрозами. То есть он видит, что подобные вещи сходят с рук, если они сходят с рук какому-то там Ким Чен Ыну, то почему Путин не может себе позволить подобный вот блеф и подобные угрозы и шантаж. Я думаю, что его как раз вдохновила вот эта абсолютно безнаказанность Северной Кореи в этом плане. Он стал позволять себе такие вещи. Он-то понимает, что его никакая внутренняя позиция, никакие внутренние силы его с трона не сдвинут. А западные политики, они зависимы от ежедневно меняющейся конъюнктуры политической, от того, что сегодня завтра состоятся новые выборы и ставить рисковать своими гражданами, рисковать своим будущим, будущим своих партий. Никто не планирует и все относятся к ответственным. Они в первую очередь подотчетны своим избирателям и втягивать свои страны в Третью мировую войну никто не рискнет. Поэтому вот на этом и строил Путин свой шантаж. К сожалению, он вдохновился тем же примером Ким Чен Ына. Поэтому я думаю, что это было предсказуемо. Чем дальше человек отрывается от реальности и тем меньше он действительно способен контролировать собственный мозг и собственную ситуацию, тем, к сожалению, большую опасность он представляет для мира. Ну да, последнее, вот уже время наше заканчивается. вот только что свежее заявление Столтенберга, он сказал, мы не видим, там важна последняя фраза, он сказал, мы не видим никаких признаков того, что они готовятся к миру, мы видим обратное, они готовятся к новой войне, мобилизуют больше солдат, более 200 тысяч человек, возможно, даже больше, приобретают больше оружия в боеприпасе. Вот финал. Пока президент Путин верит, что может победить на поле боя, он не сядет за стол переговоров и не начнет добросовестно действовать. Так что парадокс в том, что на самом деле военная поддержка Украины лучший способ добиться мирного переговорного решения в войне, отметил он. Ну, твой короткий, очень-очень, прошу тебя, короткий комментарий. То есть Запад понимает, что надо, да? Путин пришел к власти, взрывая дома в России и теперь стремится удержаться у власти, взрывая дома в Украине. К сожалению, мы сегодня на острие этой путинской агрессии, известная формула того же кремлевского серого кардинала Суркова, что стабилизация внутренней ситуации в России возможно за счет распаковки хаоса по периметру. Вот мы на горе всем биржуем, мировой пожар раздуем. Вот в этом как бы есть суть сегодня в нероссийской политике. Никаких к сожалению. Да, никаких подвижек. Пока не развалится экономика российская, к сожалению, не серьезная. Все, Дмитрий, спасибо, мой дорогой, совсем посыпался интернет. Благодарю тебя, Дмитрий Чекалкин.